МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Директор Тульских парков Юрий Старухин. Здравствуйте. Первый вопрос у меня к вам. Собственно, почему именно сегодня было такое высокое собрание? Почему именно сегодня заговорили о том, что итоги конкурса могут быть незаконными? Это была своеобразная реакция со стороны областного правительства и членов конкурсной комиссии на ту информацию, которая появилась в ряде СМИ о якобы необъективном, предвзятом подходе к подведению итогов прошедшего конкурса. Мы смотрели сейчас с вами все вместе, я специально попросила вас посмотреть сюжет. В принципе, подтвердился факт, что победитель конкурса действительно родственник одного из членов комиссии. Подтвердился ведь, да? Да, действительно, такой факт подтвердился. И как раз сегодняшняя встреча одной из целей, которая преследовалась, это было выявить, повлияло ли каким-либо образом эта родственная связь на те результаты, которые были оглашены и на, собственно говоря, объявление победителя. Ну хорошо, вот ваше личное мнение повлияло или нет? Мое личное мнение не только как жителя города Тулы, как члена конкурсной комиссии, как заместителя председателя конкурсной комиссии. Значит, о том, что никаким образом этого влияния не было. И те результаты, которые мы получили, они действительно соответствуют объективному подходу к оценке тех проектов, которые были представлены. И с этим мнением согласились сегодня все члены конкурсной комиссии, присутствующие на встрече, которые, собственно говоря, не усмотрели даже оснований для пересмотра результатов голосования. Я вас поняла, но насколько я знаю, ведь получается, что не все участники присутствовали. Участники действительно присутствовали не все, несмотря на то, что мы старались оповестить и пригласить всех заинтересованных. Более того, мы, конечно, особо хотели бы увидеть самого Андрея Клепанова, поскольку он явился распространителем этой информации. Ну, давайте напомним, что это, в общем-то, тот как раз человек, которого все хорошо знают в Туле, потому что он давно уже работал у нас с архитектором, который, в общем-то, и сказал, что он против. Да, но, к сожалению, в общем-то, было озвучено только одно замечание к результатам, к подведению итогов. Это то, что, ну, вроде как, все понятно. Это муж, это секретарь комиссии, результат был предопределен. Вот, собственно говоря, мы и хотели сегодня на встрече задать вопрос господину Клепанову, каким образом, с его точки зрения, вот эта родственная связь повлияла на мнение других членов конкурсной комиссии, на мнение жителей города Тулы, поскольку имена всех авторов были скрыты и от членов конкурсной комиссии, и от общественности до тех пор, пока мы не объявили публично проект «Победитель» под номером. Я вас поняла. То есть вы считаете, что все все равно прошло честно? У меня вопрос вот какой. У меня вопрос к Юрию Георгиевичу. Вот, насколько я знаю, из разговора до программы, вы вот как раз являетесь тоже одним из людей, которых не очень-то устраивает, получается, по большому счету, вот этот выигравший проект, потому что на месте вашего альпинария, который, я знаю, очень долго собирался, он действительно стоил очень больших усилий сотрудникам парка, там предложен фонтан. Вот как вы относитесь к этому? Ну, скажем так, вот если мое, допустим, субъективное мнение, да, и я его высказывал, причем я от него не отказываюсь, вот реально проект, который бы, допустим, устраивал бы, ну, опять же, это мое субъективное мнение, да, как руководитель парков, вот всех те проблемы решал бы, которые мы сейчас видим, которые у нас есть в парке, мы его не увидели, такого реально проекта как единого, да, вот, но есть условия конкурса, есть должен быть победитель, есть лауреаты, поэтому, скажем так, мы можем соглашаться, можем не соглашаться, но то, что этот проект реально, наиболее объективно, вот, подходит по всем критериям, которые мы выдвигали для, вот, по развитию наших парков, это действительно так. И я здесь также поддерживаю вот и членов комиссии всех, потому что это единое практически мнение и жителей, и голосовавших по онлайну, что действительно проект отвечает, наиболее отвечает требованиям, которые мы выдвигали. Хорошо, я вижу, что вы, да, тоже теперь согласны. Нет, я не говорю еще так, но я еще, нет, я еще не закончил, но факт какой, вот, и мы сейчас, скажем так, вот эта работа, которую мы сейчас провели, я считаю, что на сегодняшний день это первый шаг, вообще, в работе над благоустройством парков. Почему? Потому что сейчас дальше мы начинаем работать, проводить в каком масштабе, что мы берем, да, есть лауреаты, есть победители, мы берем эти проекты за основу, но есть участники, потому что, я еще раз уже повторюсь, наверное, да, что не все проекты... То есть вы хотите сказать, что участники тоже смогут принять в дальнейшую часть судьбе? Обязательно, сегодня мы об этом объявляем. Мы сейчас начнем работать над проектом, который бы, допустим, мы могли бы взять хорошие идеи из других проектов и внедрить его в тот проект, который для нас является базовым. Подождите, у меня тогда вот вопрос к вам сразу возникает, а для чего тогда проводился конкурс? То есть просто, чтобы поделить деньги, конкурсный фонд этот? Конкурс, прежде всего, проводился для того, чтобы собрать и почерпнуть свежие идеи от профессионального сообщества архитекторов, ну, наверное, не только Тулы и Тульской области, но в целом некой заинтересованной группы. Потому что если не проводить конкурс, не собирать вот такие идеи, да, не пытаться каким-то образом привлекать жителей к этому, ну, вот в очередной раз получилось бы так, что да, там чиновники приняли какое-то решение, и вот, которые там никому не нравятся, а там Тульский парк центральный, да, это жемчужины там города Тулы. Демократия, безусловно, это, конечно, хорошо. А вот давайте еще раз просто озвучим сумму. Это ведь не просто демократия. За что люди, в общем-то, старались? Вот на какие деньги они рассчитывали? Значит, лауреат по условиям конкурса получал 500 тысяч рублей, победитель дополнительно еще 500 тысяч рублей. То есть если, ну, понятно, что победитель, он как бы один из лауреатов. То есть победитель в конечном итоге получает миллион рублей. На реализацию своего проекта или на любые цели? За проект. Дело в том, что его предложения, которые были представлены, после того, как происходит оплата, право пользования этим проектом и этими идеями переходит к Тульским паркам. А, то есть вам проект, человеку деньги? Конечно. А сейчас вы предлагаете, в общем-то, всем, кто не принял участие, все равно, в общем-то, свои идеи. Конечно, с их согласия. Мы сейчас обращаемся, и Юрий Георгиевич еще, безусловно, будет встречаться со всеми участниками этого конкурса и предлагать им представить разрешение на использование каких-то отдельных идей, каких-то отдельных элементов в той концепции, которая будет в конечном итоге представлять собой рабочую проектную документацию. Так, а вы не думаете, что, может быть, люди тогда не согласятся? Они же рассчитывали все-таки на какое-то поощрение. Может, не согласятся. Ну, как бы, это вот уже личное дело каждого. Кому-то, может быть, покажется почетным то, что его именно идея нашла свою практическую реализацию. Мне кажется, люди из вот этого сообщества, да, люди творческие, для них это очень немаловажный фактор. То, что их идея, они будут видеть ее реальное воплощение. Вот многие идейные люди к нам пишут обычно в Твиттер вопросы. Я напоминаю зрителям, что во время прямого эфира сейчас все еще можно их присылать. Ну, вот сегодня, в принципе, вопрос больше как-то обсуждения реконструкции парков. Но есть вот такой, а не получится ли, что к территории парка будет отнесен какой-нибудь участок, не имеющий к паркам отношения, вот в результате этой реконструкции? Ну, в принципе, вы оба можете на этот вопрос ответить. А почему нет? Мы не исключаем такую возможность, что в ходе подготовки, в ходе рабочего проектирования территория парка будет расширена за счет других прилегающих участков. Ну, вы так легко раздаете землю Тульской. Нет, что значит легко раздаете землю? Эта земля перейдет в статус особо охраняемой территории, на которую накладывается огромное количество обременений. Наоборот, переход того или иного земельного участка присоединяя его к парку, оно наоборот как раз говорит о том, что мы не разбазариваем и сохраняем. Хорошо, тогда у меня вопрос в продолжение. А наоборот? Исключение какой-либо территории? Если сейчас, получается, вы приглашаете всех, даже тех, кто не выиграл. А ведь там были, вот вы же сами говорили, там были такие проекты, которые не устраивали именно тем, что там вырубка полностью идет массива. То есть, если вы сейчас этих людей приглашаете опять к обсуждению, это что значит? Вы будете все равно использовать эти идеи? Ни в коем случае. Но есть обязательные условия, которые просто, они обсуждению даже не подлежат. Их просто не надо обсуждать. Парк — это особо охраняемая природная зона. Вот просто и вырубка, вот беспричинная, да, или, скажем так, даже для улучшения парка, может быть, там строения какие-то, там новые зоны и так далее. Это буквально 10 секунд. Это недопустимо. Это недопустимо. Там даже был один проект, который, в принципе, хороший, красивый проект, там симметричная зона и так далее, но он предусматривал масштабную вырубку. То есть вы по-прежнему против масштабной вырубки? Против, против, категорически. Я думаю, что это важный момент, можно как раз на нем и закончить. К сожалению, время нашей программы подошло к концу.